Итак, я хочу приготовить завтрак на скорую руку. Почти все продукты закончились. Так что это индийская смекалка. Обычно это блюдо называют панчамрита, что означает пять ингредиентов, которые превращаются в эликсир жизни. Но я настолько голоден, что, пожалуй, добавлю больше пяти. Сделаю блюдо еще лучше. Итак, поскольку закончились овощи, да и вообще все, что обычно хранится в холодильнике, но, к счастью, остались эти замечательные бананы. Их нельзя хранить в холодильнике, поэтому они в порядке. Это простая индийская хитрость. Нарезать бананов, добавить немного меда, ги, йогурта. Похоже, йогурт еще в хорошем состоянии. Итак... Просто нарежьте бананы на тонкие кружочки, как вам нравится. Если вы хотите сделать кашицу, то нарежьте их очень тонко. Или просто нарежьте вот так. Существует много утверждений о том, что если вы едите банчамриту, содержащую все пять ингредиентов в должной пропорции, это определенно может помочь при любого рода проблемах с щитовидной железой. У меня нет проблем с щитовидной железой, но содержать все в балансе в любом случае хорошо, потому что это необходимо для тела, ума и хорошего самочувствия человека. Итак, щитовидная железа — это одно. Некоторые специалисты в Айрведе говорят, что это хорошее профилактическое средство от рака. Я на самом деле не занимался этим вопросом. Так что у меня нет проблем как таковых, только одна проблема. Холодильник работает не очень, поэтому у меня закончились продукты. А этот индийский трюк поможет обеспечить мне питательный завтрак. Я проделывал это несколько раз, когда жил на ферме один. И это поддерживало мои силы. Местные бананы и пара других ингредиентов. Вы сможете приготовить это блюдо, даже если у вас нет в наличии всех ингредиентов. У меня есть немного коричневого сахара. На самом деле это пальмовый сахар. Но и обычный тростниковый сахар тоже подойдет, поскольку я очень голоден. И никто меня не контролирует. Я совершенно один, поэтому я добавлю побольше сахара. Пальмового сахара, если быть точным. С пальмового дерева. Ги. Я небольшой любитель ги, поэтому добавлю его совсем немного. Вы можете добавить сколько хотите. А вот кардамон важен. Без него не получится нужного аромата. Это не кулинарное шоу. Это шоу по выживанию. Это не кулинарное шоу. Я показываю, как выжить, если у вас есть только связка бананов. Вот о чем это видео. Итак, сегодня, поскольку у меня было время, я немного изучил технологию и включил две камеры. Видите? Надеюсь, вторая камера захватывает мое лицо. А может, показывает мне только наполовину, не знаю. Вот так, хорошо? Итак, нужно добавить немного кардамона. Не то, чтобы я сходил с ума по бананам. Просто это странная ситуация в жизни, когда ты голоден, и все, что у тебя есть, это связка бананов. Вот так. И я надеюсь, что есть немного... Со мной бывает такое. Я не возвращаю вещи на свои места, и потом не могу их найти. Я путешествую уже 39 лет без... Я щедро добавляю мёд, потому что, вероятно, до позднего вечера это будет мой единственный приём пищи, потому что я не ем вне дома. Только внутри. Удалить мёд с ложки — это проблема. Есть только один трюк. Единственное, что работает. Я уже давно по-разному использую мёд. Единственный способ избавить ложку от мёда... К счастью. К большому счастью. Йогурт не в лучшем состоянии. Он приобрёл немного кислый вкус, но всё ещё годин к употреблению. Вот почему я добавил больше мёда. К счастью. К счастью. Это всё индийские фокусы. Я жил... Я жил таким образом один на ферме, где единственной пищей были либо арахис, либо кокос. Итак, арахис или кокос. Если у вас есть целый свежий кокос, то у вас есть еда в упаковке на месяц, два и даже на три месяца. Одно время я жил на этом месяцами. Просто замачивал арахис и ел с бананами. Бананами — скромная еда бедняков. Я выживал на ней какое-то время, потому что вы можете повесить связку бананов и как-то жить на этом. Иногда я хранил кокосы, целые кокосовые орехи. Когда вы слишком голодны и вам нечего есть, можно выпить кокосовую воду и съесть мякоть. Это даст вам достаточное питание. Кокосы позволили мне выжить и оставаться здоровым в течение долгого времени. С этим не поспоришь. Сегодняшняя панчамрита получилась чуть более роскошная, потому что, как я уже сказал, скорее всего, и даже не скорее всего, а наиболее вероятно, что это мой единственный прием пищи до позднего вечера. А я за рулем. Может, я немного прогуляюсь пешком. И теперь вот это. Это лишь несколько изюминок. Это все полезные продукты, сухофрукты и все такое. поскольку их можно хранить без охлаждения, и вам не придется голодать. Это отличные продукты. Так или иначе, они вливают в вас жизненные соки. Итак, обычно это пять ингредиентов. Но я, похоже, добавил больше. Банан, кокос, мед, пальмовый сахар или коричнево-тростниковый сахар, ги, немного йогурта. Надеюсь, что из-за йогурта еда не станет кислой, потому что йогурт не в лучшем состоянии. Поэтому я добавил его совсем немного. А здесь, смотрите, у меня даже есть несколько орешков кешью. Я немного измельчу их так, чтобы орехов не было особо видно, как это обычно происходит по всему миру. Нет, я просто не в настроении. Что поделать? Я очень голоден. Когда человек голоден, он обычно раздражен. Но я не раздражен. Я просто голоден. Так что позвольте мне побыть немного несносным. Итак, я провел очень много времени с орехами. Не могу прожить без них и дня. Добавляем орехи кешью. Это замечательный продукт. И самое главное. Когда я в одиночку совершал длительные походы в Гималаях, мои силы в основном поддерживали орехи кешью, изюм и копра, или сушеный кокос. Я не забываю о них. Я им вечно благодарен. Так что я всегда ношу их с собой. Где бы я ни был, они всегда со мной. Потому что моя жизнь такова, что подходящая еда не всегда встречается на моем пути. За исключением этой пандемии, когда с едой все было довольно хорошо, потому что я находился дома, либо в Индии, либо в США. Но вновь жажда странствий и тяга кочевой жизни вернули меня в этот дом на колесах. Нет, нет. Просто нужно сделать очень много работы. Единственный способ избежать заражения в отелях и других местах это передвигаться в доме на колесах. Кто-то подумает, что автодом — это роскошь. Нет. Он требует много работы каждый день. Дом постоянно передвигается. У вас будет очень много работы. Вот мой завтрак. И сейчас я на высоте технических достижений, потому что я использую две камеры одновременно. Представляете? Вам нравится мой завтрак? Прошу прощения, это все, что у меня есть. А вы слишком далеко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова